Я хочу прочитать, хочу много читать из Слова Божия, пусть Бог поможет нам сегодня слушать. Я первое хочу прочитать, напомнить слова, которые сказал Иисус Христос в Своей Церкви. И это Деяние апостолов, 1 глава, 8 стих. Все верующие прекрасно знают это, выучили, может быть, даже наизусть. И я хочу напомнить и начать с этого места. Первая глава, Деяние апостолов, 8 стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Все прекрасно знают это место. И я хочу прочитать еще из последней книги, которая вот здесь есть у нас в нашем Новом Завете, книга Откровения. Я хочу сделать ударение на слове такое «свидетель», «быть свидетелем». И я читаю из книги Откровения, 2 глава, 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщлен верный свидетель мой Антипа». Это свидетель. Здесь же, в Откровении, мы находим еще такое пророческое слово, которое, может быть, мы до конца не можем истолковать, и понять, но смысл этого достаточно, я думаю, понятен. 11 глава, главное, что здесь говорится, 11 глава Откровения, 3 стих. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две масляные и два светильника, стоящие пред Богом в земле». И, 7 стих. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, победит и убьет их». Вы знаете, вот, если мы смотрим на историю, насмотрим на то, что говорит нам Библия, вот отношения свидетелей мира, отношения вот Божьих свидетелей, они всегда такие вот напряженные. И когда сегодня нам приходят какие-то вопросы или какие-то проблемы, и здесь вот именно Бог, понимая, что как верующим людям нам приходится встречаться с разными трудностями, у нас сегодня вот такая, допустим, ситуация, то здесь написано «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Чтобы ответить на все те вопросы, в которые попадает церковь, чтобы, знаете, вот быть, как здесь я вам и прочитал, что вы оставались верными, пишет вот этой церкви, «Даже в те дни, когда убивали вас, умиршлен верный мой свидетель Антипа». Вы знаете, вот надо быть верным до конца, и чтобы быть до конца верным, нужна вот эта сила, сила, которая должна быть у верующих людей, сила быть последовательным, сила делать Божье дело, сила совершить Божью работу. И апостол Павел пишет о том, что «благодарю, давшую мне силу». Он понимал, что та сила, которая в нем есть, это Божья сила, это сила Духа Святого. И я хочу сегодня сказать, что нам вот в этой ситуации, в которой мы сегодня есть, допустим, мы должны тоже понимать, что христианам, верующим людям, надо, чтобы была сила. Сила, братья и сестры. Это не просто слова какие-то. Это не просто, может быть, знаете, так, что мы где-то когда-то, может быть, были исполнены Духом Святым, это прекрасно. Но последовательность вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И вот в это время, в которое мы сегодня живем, в которых мы оказываемся в обстоятельствах, мы сегодня можем вспоминать, я как-то тоже вспоминал, мы, церковь, когда проходили разные ситуации, и у нас были, допустим, время каких-то притеснений было, время гонений, время каких-то трудностей. И мы живем сегодня в такое, вы знаете, такое достаточно свободное время. Да, мы живем в свободное время, и это благодарность Господу, что мы не знаем, как, допустим, время повернется для нас завтра. Но пока у нас есть возможность, братья и сестры, я побуждаю всех, старайтесь иметь силу. В Библии есть такое выражение, если в день бедствия оказался слабым, бедна сила твоя. Где же взять эту силу? Эта сила, она приходит от общения с Духом Святым. И мы видим, вот это, знаете, вот такое слово, которое здесь употреблено, слово свидетель, оно созвучно, если в том греческом языке, кто знает, кто читает, кто-то даже как-то говорили, созвучно со словом мученик. Вы знаете, это совсем не такие люди, как другие. И когда вот люди приходят иногда в собрание, они, может быть, не рассчитывают на то, что им в жизни придется когда-то встретиться с какими-то трудностями. И говорят, там, приди в церковь, тебе станет лучше, там все вопросы твои решатся, там Бог ответит на все твои вопросы, и исцелит, и в семье устройство будет, и то, и то, и то. И тут, оказывается, раз, а стало еще хуже. Гонения какие-то, притеснения какие-то со всех сторон. Я хочу сказать, вот в это время, я хочу сказать, братья и сестры, нам надо быть, оставаться свидетелями, христовыми свидетелями. Свидетель – это тот, кто что-то видел. Любого человека ж не возьмут с улицы это вот свидетель. Свидетель – это который что-то видел, который что-то, знаете, он пережил. И у него он свидетель того, что Бог, допустим, сделал в нашей жизни. И когда на самом деле Бог нас поднял, когда нас Бог где-то с какого-то рва погибели вытянул, если мы, на самом деле, тогда, можно сказать, мы свидетели. И церковь, она всегда, вот если мы смотреть на протяжении всей истории, всей истории, церковь, она всегда находится в таких, немножко таки, знаете, с миром, в таких отношениях конфронтации. Никому не нравится, когда есть свидетель. Особенно, когда дела темные. Никому не нравится, когда есть свидетель плохих дел. И этих свидетелей, естественно, мир старается убрать. И когда, вот сегодня, знаете, я бывает иногда слышу, там, знаете, люди бывают, говорят, а вот там были такие времена, они, что там, я так, бывало, как-то мне больно резануло. И Сталин был неплохой. И тогда, знаете, мне, и Сталин не всех там... Знаете, сколько я... Сколько наших братьев лежит в Воркуте. Сколько их вывезено в Казахстан, и там погибло. Там, где их вывозили, просто и бросали без всяких средств к жизни, к существованию. Степи выселить и живи, как хочешь. И вот отношение было, вот я прочитаю, прочитал, я бы еще буду читать, отношение к свидетелям вот такое. Свидетель Антипа, верный свидетель. Он что? Умерщвлен. Два свидетеля, которые проповедуют, которые ходят, которые пророчествуют, они являются... Знаете, что это? Бельмо на глазу. Это кость в горле. Это всегда проблема, которую надо решить. И там написано, и когда их убили... И когда их убили, то был праздник. Для мира праздник тогда. И написано, что люди посылали подарки друг другу. И когда вот в это время нам приходится жить, то я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы для себя ясно понимали, мы, люди, никогда не будем в этом мире своими. Мы свои Богу. Но в мире мы всегда чужие. И наше жительство находится на небесах. И вот наши цели, они там. И наши все мысли, они должны быть огорнем. И когда я особенно, знаете, так, ну, вспоминаю вот те моменты, когда раньше, даже можно сейчас найти, как наших братьев судят в Пинске. Документальные кадры. Можно найти вот этот процесс, какие там, знаете, как вот это вот, ну, там, пропагандистские такие, эти всякие фильмы. И как наши братья, они свидетели, они стоят так и достойно отвечают на все вот эти вот вопросы. Это можно найти. И там, как вот позорят, там, идут там такие верующие и так вот снимают этих верующих. Вот все там стремятся, вот там клубы, все стремятся в дома культуры. А эти куда идут? А эти стремятся в тьму, они стремятся где-то в свои какие-то дома закрыться и молиться. Знаете, насколько это было люди, которые не пережили, и не знают сей вот этой машины, которая работала, чтобы не дать учиться верующим людям, чтобы они были забитые, чтобы им не дать возможность работать нормально. Это настолько была, вот эта машина работала так. А если ты еще что-то будешь говорить и собрание проводить, то штраф давали, 50 рублей на первый раз, потом еще могу дать 50 или 100 рублей. Знаете, сколько зарплаты было, чтобы мы понимали? 80, 90, 120. Чтобы ты не ходил на собрание, детей чтобы не водили на собрание. Приняли решение детей на собрание не водить. И когда мы сегодня вспоминаем вот эти времена, которые мы когда-то прошли, церковь прошла через вот это время гонений, притеснений. И мы как церковь, мы думали, а нам надо проводить служение. Да, братья и сестры, было время тяжелое, заставляли, я еще раз говорю, мой дед, моего деда посадили на шесть лет за организацию незаконных собраний. И это было еще немного. Потому что другим могли дать и 12, и 15, и 20, и 25. И они оттуда уже не возвращались. И для нас сегодня это ценно собрание, потому что Христос сказал, где двое не трое собраны во имя Мое, там и Я посреди. И мы понимаем, что эта ценность, которая нам подарена Богом, эта вера, которая нам дана, это драгоценная вера. Мы должны эту веру хранить. И если нам так дана дорого, кровью Христовой заплачено, свидетелей, которые вот там были перед нами, которые пронесли эту веру, они выстояли, то сегодня нам мы понимаем, что, конечно, есть какие-то трудности, есть какие-то, ну, скажем так, проблемы с этими, допустим, какими-то болезнями, но мы должны думать, как тогда наши братья думали, как тогда наша церковь думала, мы думали, как нам в это время собраться, как нам исполнить Божью волю, в тех обстоятельствах, в которых мы оказались, как нам исполнить Божьей волю, потому что Господь заповедал, Господь заповедал вечерю совершать, Господь заповедал собираться, Господь заповедал, Он приходил туда, там, где собраны были во имя Его, Он пришел, когда ученики, написано, были собраны, они были в страхе, но Он пришел туда, там, где собраны, через неделю Он приходит, там, прошлый раз не было Фомы, Он не пошел Фому искать отдельно, нет, братья и сестры, Он не пойдет никого из нас искать, если мы пойдем где-то туда, Он пришел туда, там, где все были собраны, и написано и Фома, и Фома там был уже, и поэтому Он Фоме говорит, ложи свои пальцы в мои ребра, ты ж сказал, вот я, Он хочет утвердить Фому, но Он хочет не где-то там искать, и Он являлся после своего воскресения там, где люди были собраны, даже когда они вместе рыбу пошли ловить, то там не один пошел ловить, там написано, кто пошел, и Он пошел там, где они были собраны, и Он хотел их там вместе, потом говорит, я вам уже есть все приготовил, и с Петром там поговорил, посеявец моих, и когда сегодня мы вот в таких обстоятельствах, мы должны, конечно, думать, как нам правильно совершать служение, как нам разумно, чтобы это было, как тоже мы, тогда я вспоминаю, тогда же тоже не собирались так, чтобы показаться, чтобы власти раз всех забрали и все, тогда думали, ага, там есть такой хутор Ретову, туда же не молиться, я еще, я это время не застал, но я застал, когда собирались на 8 часов утра по домам, собирались, братья и сестры, на 8 часов утра по домам, и у нас бывает сегодня на 10 не успевают, а это на 8, и я уже много раз говорил, а нам, сружан, надо было встать в 5 часов, чтобы приехать, но люди понимали, что это ценность, это собрание Божие, и этим надо дорожить и использовать все возможности, чтобы это служение было, чтобы его не разрушить, использовали, допустим, свадьба или какой-нибудь там день, праздник какой-то, государственный, собрались вместе, ну вот у нас день рождения какой-нибудь, но понимали, что надо, и поэтому я сегодня побуждаю, братья и сестры, нам дарована драгоценная вера, и мы как свидетели этой веры, мы как люди, которые на самом деле пережили вот это общение присутствия Божия, пережили рождение свыше, мы свидетели, мы встретились с воскресшим Иисусом Христом, поэтому мы должны думать, как нам сегодня правильно сделать, чтобы собрание было, поэтому я понимаю, что в разных церквях, там, как, так, так, по-другому, в Бресте на улице собираются, и у нас, наверное, надо будет на улице собираться, сегодня предлагают, мне холодно, на улице собираться, но надо думать, как нам, чтобы нам разумно, чтобы, ну знаете, бывают люди, не хотят никак маску водить, и они не думают о других, они о себе думают, но если я могу так вот сидеть, то, мускай бы, кто-то так, тоже, четыре метра друг от друга можно сесть, но мы должны разумно подходить, видите, настолько, вот в Бресте правильно подходят, они думают, как нам собрать людей, чтобы это не было для кого-то уроном, болезнью, если мой брат, написано, до немощного в вере, как надо принимать? Без споров о мнении. Если я понимаю, что люди пожилые есть, которым надо, чтобы они не заразились, то я буду стараться на таком расстоянии подальше от них быть, потому что я понимаю, братья и сестры, по опыту своему, понимаю уже сейчас, что очень часто заражают служители. Это правда такая, потому что служители со всеми общаются, со всем ходят, там, 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 взял, там, туда, понес, туда, понес, там, я не хочу никому принести проблему и беду, но, с другой стороны, я понимаю, что нам надо в это время, в которое мы живем, нам надо собираться. Мы должны собираться вместе, мы должны вместе молиться, мы должны вместе двигаться, мы церковь, а церковь – это люди, собранные вместе. И я понимаю, братья и сестры, что вот в этом, в это время, так вот оставаться Божьим свидетелем, Христовым свидетелем, надо сила. У нас, конечно, бывают люди, которые могут где-то бояться, я вполне понимаю, где-то остерегаются, где-то удаляются, и я как-то вот написал, что в это время особенно нам, братья и сестры, особенно надо не удаляться от Бога, а приближаться к Богу. У Евы написано «Сблизься с Ним и будешь спокоен». Убрать вот этот, может быть, лишний, ненужный страх, лишние, ненужные какие-то сомнения, но с другой стороны, как христиане, мы понимаем, мы должны понимать, Дух Святой должен говорить в нашем сердце. Он влечет нас в общение. С другой стороны, я еще хочу сказать, мы как-то вот здесь вот собрались, понедельник, кажется, и братья тут, знаете, так, они начали обварить. Я, та тема, которая волнует сегодня, и мне приходится тоже бывает, где-то там люди, я слышу, что вот там вот выборы будут, тут такая беда, тут такая, может быть, катастрофа, такая какие-то, может быть, знаете, ситуации тяжелые, то я хочу сказать вот что, братья и сестры. Церковь Божия, она должна молиться, как написано, давайте вот прочитаем, как точно написано. не так, как, может быть, мы иногда себе понимаем, а давайте мы как в точности исполнить, не так, как, я еще раз говорю, бывает, человек понимает, а мы должны исполнить в точности. Это первое послание Тимофею, вторая глава, читаем с первого стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я говорил уже, еще раз повторю кое-что. Апостол Павел это пишет, когда в Римской империи правит Нерон, жестокий кесарь, человек, который много лет пытался убить свою мать, ему никак это не удавалось, потому что она тоже была такая, он ее пытался ей отравить, всякие козни делал, в конце концов он ее убил. он убил свою жену и он, у него такая вот была мания какая-то и в конце концов он устроил первое массовое гонение на церковь. Первое массовое гонение на церковь. Ему не нравился Рим, он взял его подпалил и обвинил в этом христиан. Христиан очень жестоко наказывали. Непонятно за что. Но мы понимаем, потому что вот здесь вот написано «Я дам вам быть свидетелями». Христиан, я уже говорил, сжигали на крестах. настолько это вот была жестокая такая человеческая натура Нерона, он их использовал как свечи ночи. Освестить сады, которые там остались, он там прогуливался, а христиане горели. Настолько жестокая была вот натура этого человека, Нерона, который не пощадил всех своих близких, мать свою не пощадил, жену не пощадил. Никакой у него жалости не было христианам. Наоборот, христиане на то время были в глазах остальных людей безбожники. Это нам трудно сегодня представить, но в глазах других людей христиане это были безбожники, потому что Бога реального, который вот есть у всех остальных людей, у них не было. потому что не было вот этих вот истуканов, не было вот этих вот идолов каких-то, у христиан не было идолов, и поэтому на них сочиняли разные сказки, кому они поклоняются. Они не хотели поклоняться императору, император считался Богом, а христиане знали, что им надо быть свидетелями христовыми, но никак не свидетелями этого вот нечестивого императора. И поэтому они должны были стать перед выбором, они должны были засвидетельствовать свою веру в Иисуса Христа. Мы верим в Христа. А где ваш Христос? Покажи. У нас вот есть Зевс, вот у нас тут есть Меркурий, вот у нас есть А где ваш Бог? А наш Бог на небе. Покажи, где ваш Бог. Нету. Значит, у вас Бога нету. Это же безбожники, страшные люди. Раз они страшные люди, то за это безбожие наказал нас, наши боги наказали и сожгли Рим. это они виновны. Безбожники эти, христиане виновны. Зашивали в шкуры диких зверей и отдавали собакам, чтобы их рвали. Отдавали, мы знаем, на аренах, когда львам, диким животным на растерзание устраивали для этого зрелище. Показать вот эти безбожники, настолько жестокий был царь. И апостол Павел пишет, прошу совершать молитвы за царей, чтобы Бог дал им покаяние. Они вот такое делают, они вот такое вот вытворяют, пусть Бог даст им покаяние. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И вот эти люди безбожные, бесноватые даже, можно сказать, чтобы Бог и его спас. Но это не значит, что христиане шли на поводу в этих вот властей. И нас всегда, братья и сестры, как-то, знаете, так вот, всегда христиан не любят, стараются как-то ущемить, стараются какими-то образами. Вот сегодня, конечно, мы живем в другое время, но когда, бывает иногда, вот знаете, я так слышу, не дико, вот у нас президент, это то, что мы сегодня живем так хорошо, то это его заслуга. А то, что в России президенты, они там живут хорошо и наши туда едут, то это заслуга Путина. А если живут в Америке хорошо, и там у них так, что наши туда, все туда, кто хочет туда едут, то это заслуга чья? Чья? Трампа. А где Бог тогда? Бог дает времена благоприятные, братья и сестры. И это не заслуга никакого президента. А мы должны научиться говорить слава Богу. И Бог не даст своей славы никому. И когда наши уста говорят, что вот этот человек или этот, это неправда. У нас есть Господь, которому мы служим. Мы свидетели Христовы, братья и сестры. И мы в этом мире всегда, говорю, как бельмо на глазу. В любых обстоятельствах. И мы бываем просто, знаете, люди общей церкви так, может быть, не знают таких каких-то моментов. Но мы можем читать в Ветхом Завете. Мы, если начнем так внимательно читать, мы там очень много для себя найдем. Идет вот такой был свидетель Божий Илья. Помните этого свидетеля? Скажите, в каких отношениях он был с Ахабом? Молился Ахаб, богослови тебя Господь там или как он вел себя? Смотрите, идет, ищет все войско Израиля ищет одного человека. Я когда вспоминаю, какие мы были враги для нашего государства Советского Союза, вся система искала, где эти собираются, где они что печатают, где распространяются вот эти книги, которые раньше были, кто помнит из старых времен, вот это какие книги такими синими чернилами были написаны. Вы даже может быть не знаете этих книг, у меня они есть. Вот старые люди помнят. Вся вот эта система работала найти, где печатаются эти книги, чтобы истину не донести до людей. И знаете, настолько Бог давал мудрость этим свидетелям, не нашла вся система. Вся система КГБ не нашла. Точно так же, как Илья. Илья идет, встречается его Авди, с войском идет. Говорит, я пошел этой дорогой, Ахав пошел той дорогой. Ищут тебя, ищут тебя. Говорит, весь Израиль ищут тебя. Иди, скажи, я тут есть. Не, я не пойду. Ты вот тут будешь, а я там пойду, скажу, а тебя Дух Святой восхитит, а потом я приду, скажу, а тут приду, тебя нет, меня же убьют. Не, ты сам иди. Идет Илья навстречу Ахаву. Это пророк Божий, объятый Духом Святым. Это пророк, братья и сестры. И они встречаются. И знаете, что говорит Ахав Илью. Вот возмущающий всего Израиля. Братья и сестры, это всегда про нас так говорят. В Новом Завете мы читаем, эти всесветные возмутители пришли сюда. И никогда у нас не будет таких тесных обстоятельств, знаете, таких объятий с нашей властью, какая бы она ни была. Потому что мы свидетели, свидетель всегда не нужен. И когда мы, знаете, станем такими, Илья идет, Илья идет навстречу Ахаву. Он не боится, потому что в нем Дух Божий есть, потому что в нем Дух Святой есть. Идти навстречу тем обстоятельствам, которые дает Бог. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы для себя поняли, что значит быть свидетелем, и вы будете пророчествовать. И нам надо, бывает, иногда, знаете, в таких очень нелицеприятных обстоятельствах быть. И никогда пророки не были в почете у царей. Так нет? Или не так? Какой бы не был пророк и какой бы даже хороший царь не был? Вы знаете, был такой царь, самый лучший царь, Давид. И когда он согрешил, то должен был прийти пророк. Инофан так аккуратно рассказал притчу. Давид возмутился до глубины души. Смерти достоин этот человек. Инофан говорит, ты этот человек. Братья и сестры, вот, это пророк Божий. Ты этот человек. Это Божий пророк. И Христос сказал, вас поведут и поставят перед царями, перед правителями, вы будете мне свидетелями, и Дух Божий говорить будет через вас. Тогда не заботясь о чем говорить. Дух Святой будет говорить через вас. Вот эта сила нам нужна, те обстоятельства, которые мы встретим, пройти и преодолеть. А когда, знаете, может быть, там, когда Ахав идет, воевать, тоже уже такая, другая ситуация, и 400 пророков говорят ему, что иди, благословение тебе, устройство тебе. Знаете, братья и сестры, не надо становиться такими пророками. Не надо становиться такими пророками. надо говорить правду людям. И когда там говорят, там есть один Михей, он говорит от Атахава, есть один Михей, но он всегда говорит обо мне. Плохо. Вы знаете, братья и сестры, ну, а как Божьему человеку сказать грешнику, что у него все хорошо? это свидетель. Это свидетель. И когда у нас, знаете, бывает, что мы, знаете, так как-то, я не думаю, многие, знаете, не знают, у нас такая как-то была ситуация лет, наверное, пять назад, может, семь, не помню точно, вызывают меня в налоговую инспекцию с тех паспортом, решили обложить налогом организацию, но я говорю, слушайте, есть закон, культовые, ну, религиозные организации не облагаются налогом на недвижимость. И по всей нашей Беларуси запустили вот такую работу. Говорят, мы культовые здания облагать налогом не будем. Значит, культовые здания это вот, дом молитвы. А там у вас есть административно-бытовое, там у вас есть вот уборная, считалось она, а еще, кроме того, есть забор. а забор на фундаменте. А если на фундаменте, значит, подлежит налогу. А у вас там еще есть, есть, что у вас на земле, асфальт, но, говорю, часть плитки, и плитку надо обложить на логу. Это сооружение. Асфальт не облагается, плитку облагается. Я говорю, слушайте, ну, закон же есть. Не облагается налогом религиозных, мы не облагаем культовое здание, все остальное облагаем. Хорошо, вот забор такой, вот у нас красивый, а если был бы с этих, ну, с ополков, ну, с этих, как это, с горбыля, то не облагается, то нам за этот забор тут насчитают столько платить, то мы с горбыля сделаем лучше. Пускай власти ходят и смотрят. Если будут спрашивать, то, говорит, нам власти так сказали, с горбыля сделать. Говорю, это же, ну, какой может быть, ну, есть закон, а сами власти делают беззаконие. Есть закон. И знаете, когда вот это вот начинается такое, какая-то такая деятельность против и пошло по всей стране, по всей Беларуси, братья начали возмущаться, что что такое. То, знаете, у нас, слава Богу, я не говорю, что это хорошо асфальт, но у нас асфальт, а там, где плитка еще положена, то там такие деньги насчитали, каждый год платить. И за вот эти вот у нас 15 соток земли только огорожено забором на фундаменте. А если гектар земли огородить, так это же беззаконие. Есть закон, не облагаются налогом. Придумали новый закон. При том, что там это. Знаете, вот у нас сейчас бывают такие, какие-то все, намечают такие козни. Такие вот моменты. Начали братья молиться, просить, а с другой, спросить Бога, а с другой стороны писать стали. Я бы тогда принес, говорю, у нас тут уже немножко изменения есть вот в этом вот, но пока, говорю, платить никаких налогов не будем. Мы сейчас вам насчитаем, вы заплатите. Я говорю, пока платить ничего не буду, но, говорю, у нас 20 лет мы не платили. Не было никаких вот этих, почему-то вдруг стало. братья написали, писали, молились, требовали, в конце концов отменили. Но, конечно, потому что это было беззаконно. Это же беззаконие. Власть делает беззаконие. А ну, знаете так, как-то вот, наверное, лет пару назад счетчик газовый. Я говорю, знаете, мы встречаемся и сегодня такими-то такими трудностями. Я уже братья знаю, может быть, церковь не знает, скажу, как у нас есть ситуации эти. Газовый счетчик определили по всей Беларуси, по всем церквам. Ладно, церкви грибут под это. Газовый счетчик неправильный. Потому что газовый счетчик у вас старый, старого образца. Надо, чтобы он считал. Зимою надо, так как газ сжимается, то он, чтобы был с одним коэффициентом, летом надо, чтобы был с другим коэффициентом. Надо такой вот счетчик. Он выпускается одной только фирмой в России. Вот такой счетчик надо, и он передает показания уже допустим, по интернету сразу туда на место. Я говорю, у нас вот проект, который был когда-то. Мы по этому проекту все сделали в соответствии с проектом. И наши братья уже потом, как знаете так, счетчик стоит 500 долларов. Проект надо сделать тысячу рублей, потому что проект старый не подходит. Старый проект не подходит. Надо сделать. А будешь делать сам надо делать за свои деньги. Я говорю, не, мы это делать не будем. Наши братья кое-какие уже стали писать заявление на этих условиях, потому что я говорю, мы это делать не будем, мы вам газ отключим. Я говорю, как мы, тут опять, знаете, вот, как здесь написано, надо проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Поговоришь вот так вот, тут уже никакого благочестия. Надо ж молиться, чтобы благочестие было. Чтобы мы имели такие власти, которые, знаете, буквально месяца три до этого счетчик проверили, все хорошо, поставили пломбу, счетчик газа у нас все подходит, они там, плановая у них проверка, наверное, раз в пять лет. Все у нас правильный счетчик. Через три месяца уже по всей Белоруссии такая кутерьма. Все. Надо, чтобы вы писали заявление на тех условиях, мы будем вам делать проект, а потом надо будет делать врезку, а у вас там еще нету, у нас тут в самом деле нету по старому проекту еще, Бог нас хранил тогда, у нас нету никаких газоанализаторов, у нас нету никаких там отсекателей, тут надо, знаете, столько аппаратуры поставить и каждые три месяца проверять. А за каждые три месяца у нас и так вот за эти газовые приборы, каждые три месяца у нас приезжают, допустим, газовики и проверяют газовые счетчики, газовые плиты и газовые котлы. Вот они себе взяли, допустим, 28 рублей каждые три месяца они берут. А если пишут и отсекатели, надо их снимать, надо где-то проверять, то там у нас каждые три месяца было платить, наверное, 150 рублей. ну, если надо с церкви что-то взять, надо, знаете, так все потянуть. И так по всей Беларуси это надо минимум полторы тысячи долларов с каждой церкви взять на замену счетчиков. То есть такая церковь еще ничего, как у Ружанок такая, это уже и тяжеловато, как там, допустим, 20 человек совсем, то там вообще тут опять же начали молиться и начали писать. И знаете, все это беззаконие прошло. Какое-то, знаете, вот у нас такая ситуация, братья. Я говорю то, что мы постоянно встречаемся и поэтому, когда здесь апостол Павел пишет, это не просто пишется так, чтобы молитесь, пусть Бог еще их дальше благословит, пусть Бог дальше им как-то там ведет и даст им успех во всем этом, чтобы они там еще дальше нас обобрали до нитки и все. Ну это ж такая, знаете, у нас такая власть советская. Вы знаете, у нас советская власть. И у нас бывает, знаете, так, вот отношение власти и пророка. И пророк должен прийти и сказать, это неправильно, это же беззаконие, что вы делаете. Когда только эта советская власть у нас, знаете, тут образовалась, вот если вы не знаете, я тоже так скажу, возле Двороню. Дворонюновичей старых, там вот есть Гострах и Мартин, то вы знаете, что это их земля. Это земля Дворонюновичей. Забрали. Знаете, вот такая вот власть. Они только думают, что забрать. А мы, и когда вот нас гнали, и когда нас забирали, то никогда церковь не молилась. Я говорю, благослови Господи, дай им успех. Мы должны молиться, вот как здесь вот написано. Господи, дай им спасение и покаяние. Так не должно быть. Это же несправедливость. И если это несправедливость, она начинает в государстве, то у нас потом бывает там, брат говорит, что вот там будет кровопролитие. Я хочу сказать еще раз. Гражданская война в Израиле началась тогда, когда Давид взял чужую жену. С этого началось. Сын восстал, потому что Давид взял чужую жену. Он взял Версавию и пришел пророк и сказал, меч не отойдет от твоего дома. Вот это было начало гражданской войны. И когда мы сегодня говорим, чтобы наши власти, то наши власти должны, знаете, они быть богобоязненными. Мы должны молиться, чтобы Бог дал им покаяние, чтобы Бог дал им править честно, справедливо и чтобы они были благословенны Господом. Мы никогда не должны стать будто в щеками. Но у нас должно быть вот это пророческое внутреннее состояние. Братья и сестры, мы свидетели Христовы. Был такой еще один свидетель Иоанн Креститель. Помните? Зачем ему было идти к Ироду и говорить, тебе не должно иметь вот эту жену. Зачем ему надо было идти? Это вообще даже не еврей. Ирод не еврей. А ему надо идти и сказать. И он знал, что за это ему будет. Но это свидетель, который наполнен и Духом Святым от самого начала, от рождения. А у нас бывает иногда, знаете, это какая-то апатия. Мы говорим, Дух Святой нас наполняет. А как же он тогда мирится, этот Дух Святой? С ложью с какой-нибудь, с несправедливостью Дух Святой мирится? Никогда он не помирится. И поэтому, когда вот мы читаем, мы видим, от самых первых дней церковь, это было всегда каким-то мозолем, негодным. Помните, объятый Духом Святым Стефан, свидетель Божий. Перед кем он говорит? Перед Синедрионом. Он знает, что ему будет. Он свидетель. Он свидетельствует. Он говорит, вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. И написано, что он был наполнен Духом Святым. Он увидел Иисуса Христа, который стоит. Он высказал всю правду. Вот это свидетель, который имеет силу. Был там Иаков, Ирод убил мечом. Понравилось евреям, потому что нравится, когда, знаете, убивают христиан. Это правда, братья и сестры. Был Иаков, Ирод убил мечом. Петра взял, чтобы тоже убить. Что церковь молит, что делает? Молится. Где они молятся? Там, где-то по местам? Они вместе собраны. И мы должны понимать, там, где собраны, там церковь. Вот это то место, там, где мы собираемся. Мы когда-то посвятили его Господу, мы собираемся. И они молятся, Господи, благослови Ирода, сохрани его, и пусть его там защита, там его там эти, охрана там его бережет. Они молятся, знаете, даже еще первый раз, когда молились, когда Петра и Иоанна взяли и запретили, они молятся вот как, это с движимой Духом Святым, можно прочитать, Деяние Апостола, там вся эта, вся книга об этом. восстали царя земные и князья против Твоего помазанника и против нас. Господи, дай нам говорить Слово Твое. Это вот свидетели. они понимают, что мы живем в таком мире, когда мы всегда будем чужими для людей. И поэтому, да поможет нам Господь в это время, братья и сестры, благоразумно поступать. Благоразумно нам надо, чтобы Дух Святой на самом деле нас вел, чтобы нам не оказаться в постыжении когда-нибудь. Да поможет нам Господь в это время, братья и сестры. И давайте мы будем молиться, как здесь вот апостол Павел пишет. Мы будем молиться, чтобы наши власти дали нам спокойно жить. Мы будем молиться, чтобы нам, не знаете, приводили какие-то все время, знаете, такие вот козни. Я постоянно с этим встречаюсь. В последний раз в прошлом году закон президент издал зарегистрировать все самовольно построенные здания. У нас вот это здание, оно самовольно построенное. Ну там где туалеты. Потому что мы его расстроили самовольно. Я когда-то пошел в райисполком, давно уже было, еще Матвеев был, жил, он предложил это так. Пошел в райисполком, там был этот молодой какой-то после университета главный архитектор. Я говорю, нам надо туалет расстроить. Туалет? Ну, говорю, туалет нам надо модернизировать, расстроить. Слушай, не морочь ты голову, институт. Туалет, говорит, надо расстроить. Тут такие здания надо строить, архитектор, главный будет заниматься туалетом. Ну и мы построили туалет, расстроили туалет, а пришло время, надо зарегистрировать этот туалет. Уборная она считается. И как мы начали это, как я начал это все делать, там, я пошел в райисполком, и там мне сказали, я там пишу, один раз написал, какой список документов, а там все документы уже не такие. И я так посмотрел, насколько все такое, знаете, хитрое, и настолько все лживое такое. Я как-то у нас в БТИ приехала одна женщина, тут замеры все делала. Она все сделала замеры, говорит, вот так и так, все просто. Ну, у нас же все было зарегистрировано. У нас все документы были в соответствии со старыми законами. Законы поменялись, нам надо эти документы все переделать под новые законы. Эта женщина говорит, там, начальница, слушайте, так, а что они должны платить и все это сами делать? Ну, если по тем законам, которые тогда были, все сделано правильно, по тем законам, которые когда-то были, а теперь новые пришли законы, так надо все это переделать? Вот так, молчи! Все, надо делать все эти законы. А тут такое, наше вот это здание, потом, когда по всем вот этим вот, административно-бытовое здание, оно оказалось в республиканском реестре, за баптистами на Тормасово. Тут не поймешь, что я говорю, хорошо, а как вы его туда оформили? То теперь, мы сами все и сделаем. То говорю, так, как вы все это сделаете, переведете нормально все от баптистов на Тормасово, на Кирово, с 50-ником, то так можно сделать и туалет. Нет, туалет так не пойдет. Землю райисполком нам сюда, вот в прошлом году, два раза переделывал. Два раза. Один раз, так, земля неправильна, земля должна быть для обслуживания, у вас это так, дом молитвы, так, дом молитвы, для обслуживания дома молитвы, культового здания. А раньше было, не так было написано. Как-то по-другому таки. Несколько слов не так, все, уже надо переделывать. Хорошо. Знаете, это целая такая эпопея, которая вот эта вся прошла, и в конце концов, я уже один только такой момент скажу, как-то, они в конце концов дали в райисполкоме, сказали, надо еще, вот кроме всех этих документов, разрешение санстанции и разрешение пожарников. Ну, вот если санстанция, дает разрешение на это вот, принесите документы с санстанции и с пожарниками. Я пошел к пожарникам, они смотрят, мы говорим, такие не даем никакие, никогда такого не было. Нету ни нашей компетенции. Я уже все документы собрал, все уже два раза документы, эти разрешения там на землю, два раза переделали, уже проезжали эксперты, смотрели там, толик откапывал фундамент, сколько там фундамента закопано, надо знать, какие там перекрытия, какое все, тут такая вот эпопея была. Все собрал, и теперь говорят, надо еще. Я говорю, то раньше же не было, вот когда вы первый список давали, не было раньше вот таких документов, разрешение санстанции, разрешение пожарников. Ну, вам, может быть, и не дадут, у вас не соблюдены расстояния. расстояние там до ближайшего здания должно быть определенное там расстояние. Пожарники могут не дать, могут не дать санстанции, потому что это у вас не совсем правильно построено. Я говорю, ну, все документы собрал, в прошлый раз этих разрешений не надо было. Ну, вы еще не раз к нам припредете. Это какое-то, знаете, вот такое к церкви. Пошел санстанцию, и там, знаете, начался один человек, честно. Вот, ну, Бог же находит себе людей предсреди всех. Он говорит, а то что такое? Что это говорит за такое издевательство? То такого никогда не было. Мы таких разрешений вообще никогда не даем. Что это за издевательство такое? То если вы верующие, то, оказывается, вас надо вот так умурыжить. Это все решает райисполком на текучке. Это не надо вам ходить при мне сразу же. Берет телефон и звонит райисполком. А? Не буду говорить. Знаете, не буду говорить, чтобы проблем не было. Не надо это знать. При мне звонить райисполком и говорит, это что за беззаконие? То если это церковь, то их надо вот так вот гонять? Это вот надо так над ними издеваться? Это что такое? Это мы все это решаем прямо на райисполкоме. В рабочем порядке. Это же ничего не надо делать. Поговорили. 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 Две минуты. Едь. Я думаю, сейчас я туда поеду. Я туда, наверное, два дня не ехал. Думаю, попасть под эту горячую руку в райисполкоме. Через пару дней я прихожу, они со мной даже не говорят. Все. Идите в одно окно, отдайте все документы. Занес я все документы в одно окно. Через пару дней все решилось и никаких проблем. Вы знаете вот? Вот так. А зачем так мурыжить? Зачем вот так вот? А знаете, мы так надо подчиняться, надо подчиняться. Но мы же понимаем, братья и сестры, что так вот не надо церкови так. И сколько вот наших таких вот братьев по церквям, которые, может быть, знаете, есть, которые и постарше, которые такие уже за 60 лет, за 70, их все гоняют туда-сюда. И футболят, как мячики, туда от себя. И он пошел туда. И один уже брат сказал так как-то. Говорит, я хожу-хожу, хожу-хожу. И теперь я не так. Я объявлю в церкви и помолимся. И помолимся. И он говорит так. И помолимся. Или чтоб Бог поменял ваше решение. Или чтоб Бог вас поменял. Ну, а что делать? Все какие-то рогатки, все какие-то находят. Или чтоб Бог поменял ваше решение. Или чтоб Бог вас поменял. Люди, бывает, скоропостижно умирают. Бывает, их начальство снимает быстро за воровство какое-нибудь. ну, раз никак невозможно решить. Все какие-то такие, знаете, еще. И я хочу сказать, братья и сестры, так, знаете, вот мы живем, и вот как здесь вот написано, мы свидетели. мы свидетели. И нам надо, чтобы быть свидетелями в этом мире, нам надо, чтобы была сила Божия. Я еще раз говорю, так походишь, надо молиться, надо, в самом деле, благочестивую жизнь вести. Когда вот тут все бурлит, после этих разговоров, всех после этих, все, пришел одни документы, потом через две недели, пишу, другие документы надо, а потом еще что-то добавили, а потом еще. Знаете, какое-то возмущение бывает. А надо молиться, чтобы Бог дал нам жизнь вести тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Он сидит, Николай Яковлевич. Вы знаете, это он был и в Бресте, и в Минске, чтобы вот тут построить дом молитвенный, и в Москве даже был. И в Москву даже ездил. Потому что все время какие-то рогатки. Все время что-то не то. У меня те есть старые документы, которые там вот они проходили. Там есть штраф на него за 50 рублей за то, что за постройку. У меня есть еще. И архитектор главный района тогда подписал, какой у нас должен быть туалет. Два отделения по два очка. Архитектор района решает, какие у баптистов должны быть туалеты. Чтобы не больше, чем два очка. Ну, какой-то маразм. Слушайте. А что нельзя сделать, чтобы нормально было людям? Молитвенный дом, когда давали решение построить, он, Николай Яковлевич, знает, свидетель. На человека, знаете, сколько надо? ноль восемь квадратных метров. Ноль восемь квадратных метров. Это надо, чтобы вот так вот зажать всех, так вот, вот такие вот, как консервную банку. И что нам после этого? Благословлять Господи, и дай им успех, или Господи, дай им мудрость, и дай им покаяние, чтобы они мудро, как-то, знаете, руководили, чтобы такой глупости не было. Когда братья начали строить, они начали уже строить не по тем правилам, которые ноль восемь квадратных метров, а уже это расширили, весь этот весь дом, который тут был, тут остался внутри, грохнули тут его сюда, разложили там его, что осталось хорошее. И строили уже, как понимали, что надо делать. Ну а что, как бы мы тут сидели бы сейчас? Если у нас сейчас вот, если рассесться, то у нас места не хватает. Ноль восемь на человека, ноль восемь квадратных метров. Абсурд какой-то. Поэтому, братья и сестры, пусть поможет нам Господь. Вот здесь уже этой сцены бы не было. Уже это лишнее будет. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы помолились и попросили, чтобы Бог наше время дал нам силу, чтобы у нас не было вот такого какого-то страха делать Божье дело. Мы свидетели. Братья и сестры, примите силу и будете мне свидетелями с Иерусалима, в Самарии и даже в Пружанах. Слава Богу! Давайте мы помолимся, чтобы Бог помог нам, чтобы Бог благословил нас, чтобы у нас была сила, чтобы Бог помог нам в это время служить, делать Божье дело, не бояться, вместе молиться, вместе собираться, и пусть Господь хранит нас и дальше. Аминь. Аминь.